Всем привет! Сегодня 21 апреля. Как вы уже догадались по названию, я еду все опять же туда, в Екатеринбург, на концерт Питера Хеппнера. Это немец, слушаю его где-то год. Очень сильно понравился, даже не думал, что он приедет в Екатеринбург. Ну, поэтому такую возможность нельзя выпускать. Поэтому встретимся уже в Екатеринбурге с вами. Я тут поняла, что при монтаже я не сказала в видео о Питере Хеппнере, куда мы ходили. Мы ходили в Икею. Вот. Я сразу, кстати, скажу свое мнение насчет Икеи. Я не понимаю, что там все блогеры от нее так в восторге и пищат от этой Икеи. В плане того, что это обычный магазин склад. Там ничего интересного такого нет. Во всех городах есть такие же огромные магазины. Не знаю, для себя там вообще ничего такого интересного не нашла, поэтому это Икея, Икея там... Что в ней такого? Так что вот. Поэтому меня Икея не впечатлила. И как бы радости от этого я не испытала. Вот. Еще также я не снимала Горо, потому что Горо был уже в скилете на блоге. Про скиллет. Потом я не стала как бы снимать. И мы были в Доме Печати. Я хочу в этом блоге больше акцент, чтобы был именно на музыке Питера Хеппнера. Потому что его музыка очень-очень божественная. Божественная. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я смотрю в Дарьян Дримс Субтитры сделал DimaTorzok У них у них клавиши Синтезаторы с компьютером Я не всегда такое пляжу Субтитры сделал DimaTorzok Выступали они хорошо Зал их поддерживал Публика у них есть Спели они Порядка 10 песен Субтитры сделал DimaTorzok Потом вышел сам Питер Хэпнер. На удивление было очень много народу. У Лордов Зоос было меньше, чем у Питера Хэпнера. Человек 300, наверное, точно набралось. Может чуть меньше, там 200. Просто получается в зале было много. И наверху я там не видела, но наверху тоже были. И в плане того, что не знаю сколько людей, но наверху тоже там в випах сидели. И внизу тоже в випах тоже сидели люди. Но было достаточно много, что прям не стыдно, не стыдно, что приехал артист. Знаю, что в Москве было меньше, ну я читала паблики, просто смотрела еще трек-лист. Но как бы никто не выкладывал, поэтому было такое неизвестно. И он приезжал с новым альбомом. Но в любом я, кстати, не послушала, он у меня есть, но я не послушала. Вот, обязательно послушаю это. Ну и там были старые треки. Получается, я люблю немцев за то, что у них в плане того, что нет такой бешеной публики, которая будет бежать вперед и всех расталкивать. То есть я стояла в первом ряду, я стояла прям напротив, посерединке. Никто не толкался, между прочим, никто там не рвался вперед или еще как-то. Была удивлена в плане того, что много было мужского пола, ни женщин, ни девушек. В плане именно мужчин очень много пришло его послушать. Также был возраст от 40, а вот средний и моего возраста, то есть от 20 до 25 было очень мало. Но получилось так, что мы все в первом ряду стояли, и там дальше уже стояли мужчины и женщины. Вот, они были, мне кажется, удивлены, что их слушают также и молодые люди, и молодой возраст. Вот. Мне свет, свет, свет ужасный был. Да, там подходил под тематику, но для фото и видео свет очень не очень, как говорится, был этот синий с фиолетовым, это самый ужасный. Но, как ни странно, в первый ряд мне помог в плане того, что записалось более-менее, что его видно. А вот если бы издалека, или вот как на Лордов, или как на Дарьев Дремс, у меня тоже видео есть, это ужасно. В плане, смотри, смотри Биллинсти, картинки, вот. Фотки тоже достаточно нормальные получились, это опять же за счет первого ряда. Сама музыка, Питер Хепнер вышел и просто наступила готическая, я бы сказала, готическая синтипоповая атмосфера. Если можно так сказать, в плане того, что это с первых нот, с первого звучания клавиш, с первой гитары, ты стоишь в каком-то трансе, я бы так сказала. Кстати, на барабанах был Ахим, я была очень сильно удивлена, что у него Ахим, я не знала, что он играет там у него, так что частичка из брейхера доехала до Екатеринбурга, а теперь мы ждем полностью весь состав, чтобы они приехали наконец-то. Ахим, можно так еще, лирическое вступление, Ахим Вайсбрехер и Ахим у Питера Хепнера, это просто два разных человека, там Ахим драйвовый такой, здесь Ахим спокойненький, прям вот, ой, вообще кайф было. И барабаны у него там очень шикарные, и именно в звучании, прям вот, отлично, отлично. Так, перейдем к самому Питеру Хепнеру, он только вышел, конечно, знал, его очень-очень тепло принял, было более аплодисментов, ну, такая великая как бы звезда, знаете, приехала немецкая. И он начал исполнять песни, и все, это ты погружаешься реально в транс какой-то. Это настолько завораживает, настолько проникаешься всей атмосферой, его музыки, его слов, его всего-всего-всего. То есть, ты впитываешь каждое слово, каждую ноту в себя, как бы я так сказала. То есть, это было настолько приятное наслаждение, эстетическое, звуковое наслаждение. Это у меня было очень поразительно, я вообще очень сильно удивила, что меня так сильно впечатлил этот концерт. Я просто не ожидала ничего, конечно, и не думала, как он может пройти. Вот, допустим, если я знаю, как там Lord of the Lost, допустим, там Айсбрехер, Скилья тот же самый примерно могла представить, вот здесь я вообще не знала, как будет. Я просто наслаждалась этим. Он спел старые свои хиты, спел с нового альбома, песни. Он, мне кажется, он, наверное, устал каждую песню. После каждой песни он благодарил вам спасибо, говорил на немецком танкеншоу, потом на английском также. Просто после каждой песни были реально бурные эмоции, бурные овации. Они, опять же, они были сами удивлены, что их так это принимает. Я вот, правда, не слышала, зал сзади пел или нет какие-то песни. По-моему, что-то подпевали, но что-то я как-то не слышала этого. Ну, потому что я была погружена реально в музыку. Я была... ни на что не хотелось отвлекаться. То есть ты стоишь и прям кайф ловишь. А звук, вот этот раз, звук очень сильно-сильно меня поразил. В плане того, что было настолько все чисто, что слышался голос, слышались барабаны все вместе, гитары, клавиши. Это все вместе слышалось и было очень приятно. Потому что на лордов меня сильно так оглушило, что я вообще ничего почти там не слышала. И музыка как бы... ну, на видео она достаточно хорошо записалась. Но вот именно в плане... Когда я слушала, то у меня почти половина ничего лордов не было слышно. Просто я могу сравнить с лордами, потому что в Доме печати были лорды. Может быть, как раз, может быть, акустика не подходит в Доме печати под рок именно такого вот что-то. Хотя Дарри в Дримс тоже я... ну, можно в Синтипоп... Ну, как бы у них... Нью Вейв можно записать у них... Хотя в Дарри в Дримс я тоже все слышала. Значит, у них все-таки в Доме печати ничего не... ну, не совсем подходит акустика под рок. А на Питере Хепнере был звук идеальный. Просто чистейший. То есть все было слышно, как он поет, как все играется. Вот мне прям это очень сильно поразило. То есть я ловила полный-полный кайф. Это было какое-то волшебство, что ли. Я не знаю, как это писать. Я думаю, многие со мной согласятся, кто был на концерте и как их поразило все это. Сто процентов, если он еще приедет, я еще пойду. Потому что мне настолько это все понравилось. Настолько это было... Очень чудесно, настолько это было... Не знаю, мне даже слов не хватает, как это писать. Поэтому... Обязательно-обязательно ходите на такие концерты. Потому что это может тебя очень сильно удивить и ты очень приятно будешь поражен. Я бы сказала, поражен прямо в самое сердце. Вот. И если он еще раз приедет, я точно еще раз пойду. Еще обязательно... Спасибо девочкам, что они познакомили меня с такой музыкой. С таким исполнителем. Также потом... А, я смотрела еще в Питере и Москве. Он не выходил. Насколько я... Ну, я просто по инсте смотрела. Я не знаю, насколько... Может, он выходил, просто никто не выкладывал. Но по инсте по фото... Там были парочку фото, но это были с артистами и музыкантами, которые мы с ним выступали. Так я не нашла. Я видела, что тот его машины ловил. И поэтому я, короче... Ну, как бы сделав маленькие фотки, я не думала... Я просто не думала, что он выйдет у нас. Я сделала маленькие фотки формата 10 на 15 себе и Оле. Потому что она, к сожалению, не смогла поехать. А ее хотел с чем-то порадовать. И я сама не знала, что получится у меня взять автограф или нет. То есть это опять же был такой страх и риск. Будет, не будет. Как бы... Ну, я и не переживала. Ну, в плане того, что ну не возьму, не возьму. Как бы... Ну, ладно. Здесь в этом ничего страшного нет. Вот. И, получается, я стала ждать на улице. Вдруг выйдет. Ну, там, потому что газелька уже была и инструменты как раз вывозили. А еще была на концерте Галя. Галя, привет! Вот. И... Если бы... Спасибо Галя, что она мне сказала, что я тут стою, когда он там там вышел после концерта и как бы с ним фотки раздает. Ну, и автографы. Вот. Ну, я бы... Получилось так, что, не знаю, нас, наверное, уже охранники тоже знают, потому что до этого концерт был скиллет в телеклубе. Там были те же самые охранники, которые были на концерте Питера Хептера 21-го. Вот. И там, получается, девочку не пустили. Он сказал, все, типа, если вы вышли, больше не пускайте. А я такая... А можно я автограф возьму? Такой охранник. Ладно, типа, иди. Но это был тот же охранник, который был в телеклубе. Может, из-за этого он тоже пропустил. Я не знаю. Не могу сказать точно. То есть, мне чисто реально повезло. Там уже, получается, все заканчивали. Как бы там пару человек. Ну, я такая... И там еще охранник, типа, девушка уже как бы все. Я говорю, ну, можно, пожалуйста, там взять автограф. И все. Типа, Питер такой, типа, автограф. Я говорю, да, пожалуйста. Он расписался. Я с ним, конечно, сфоткалась. Он такой, говорит, все, спасибо. Типа, я извиняюсь, у меня голос садится. Вот. Мне чисто реально очень-очень повезло взять у него и автограф, и сфотографироваться. Поэтому есть автограф. И причем он... Автограф не как обычно там всякие... Бывают просто какие-то загорючки, если так сказать, и ты не знаешь, кто это. А там прямо написал Питер Хепнер. То есть, у меня есть и Оля, и у меня теперь есть автограф. Я там очень-очень рада. Спасибо всем, кто это сопутствовал, всем, что мне все попалось. Вот. У меня концерт полностью 100% оттока хорошее впечатление. Ну, как бы, с залом он не совсем общался, но, может, он такой человек, что он не будет... Может быть, он не общался. Но впечатление очень приятно от Питера Хепнера самого. От его самого исполнения и концерта. Поэтому я очень-очень этому приятно удивлена. И спасибо за то, что привозят к нам. Ну, не к нам в Екатеринбург. Вот. Так что были вот такие мои эмоции. Обязательно, если получится ходить, обязательно вы начните слушать. Обязательно слушайте хорошую-хорошую музыку. Всем спасибо. Кстати, у меня появился паблик, если кто еще не знает, поэтому подписывайтесь туда. Осталось 10 человек, чтобы разыграть уже. У меня на два конкурса есть, блин, эти подарки. А никто не хочет подписываться. Я даже не прошу собирать определенное количество лайков. Поэтому обязательно подписывайтесь. Обязательно подписывайтесь на мой канал, на мой паблик. И ждите розыгрыш. Я уже сама хочу эти подарки разыграть, чтобы они кому-то достались. Но никто не особо не хочет подписываться. Мини мое такое заключение. Так, всем спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok